Играю на Часком Мой соперник это Гроссмейстер из США И разыграю против него каталон Наверное сейчас будет ДЦ Здесь я отвечу слон Ж2 С5 сразу решил сыграть Ну ладно, здесь рокировка И скорее всего конь С6 Да, здесь вариант с ДЦ идет Дальше ферзь Д1, ладья Д1 И конь выходит на Д2 С3 тоже теория И здесь конь должен переходить на поле Д4 Где он будет наиболее активно стоять И даже скорее всего конь С7 на Д4 должен сюда отправиться Чтобы открыть слон Ж2 Он уже пристреливался к пешке Б7 поближе Забрал соперник Ну и здесь я думаю логично было бы взять пешкой Чтобы избавиться от островка Который у меня был на С3 И сделать этот островок ему То есть вот эта позиция я считаю достаточно приятная для белых У меня чуть лучшая пешечная структура И за счет этого буду как-то пытаться бороться за перевес Е3 здесь И ладья С4 Попробую привязаться к пешке С6 Неншпиль Поэтому я думаю логично было бы короля еще подключить Он играет Е5 Здесь слон Б2 Не хочу себе создавать изолятор Поэтому пока что буду контролировать это поле Есть вариант Конь Д4 Но там получу Конь Е5 Не очень такой приятный для меня ход Поэтому заберу все-таки слону Хотя Конь Е5 никуда не девается Этот ход тоже возможен Но соперник пока от него воздержался Ладно, подвожу короля поближе Наверное при правильной игре это ничья Но если одна из сторон ошибется Позиция может осложниться С5 Не уверен, что это правильное решение Стороны черных Мне кажется, пешка здесь будет более уязвимая Попробую это доказать Отойду слоном на С3 Чтобы, может быть, конем прыгнуть на А5 Ну и где-то ладья С4 Может потом пойдет на Ж4, на А4 Как-то так Е4 есть вариант Согнать ладью И попробовать выиграть пешку Например, Е4 Сейчас ладья отойдет И где-то слон Б4 или слон Д4 Сыграть на связке Но он пока не дает мне это сделать Значит, сходим, наверное Так, хотел А4, но там увидел Что конь Б6 будет неприятно Да, получается, что моя ладья зависла Приходится слон Д4 ходить Наверное, после ладья А2 Пойдет массовый размен И позиция просто Совсем станет похожа на ничью Так, а соперник, видимо, не хочет Сыграл слон Е7 С идеей конь Б6 Страшно ли это мне? Вроде нет Там будет конь С5 Значит, А4 Убираюсь под бой пешку И слон, скорее всего, мой перейдет на Е3 Почему-то мне кажется, что сопернику Стоило согласиться на размен Сыграть ладью H2 Или же он хочет из пешки С Сделать опасную проходную Увидим Переведу коня на F5 Чтобы еще и отрезать ладью Но он это видит И поэтому не дает мне Провести свой план Слон Д4 Не даю пешке двинуться И сам попробую где-то G4 сыграть Потом H5 Даже F4 можно еще подключить пешку Потом убрать коня И G5 Вот такая идея у меня здесь возникла Буду играть там, где я сильнее То есть на ферзевом фланге На королевском, точнее Конь Е3 И наверное Е5 нужно сыграть Чтоб пешка это не висла Так, не, здесь я уже забираю Я хочу сделать две связанные проходные Странный ход, по-моему, H5 Король Е4 И уже гражу слон B6 И конь C4 Или сразу конь C4 Забрал Взял ладьей Чтобы не получить шаг По-моему, эта позиция должна уже быть Где-то выиграна Так, забрал еще сюда Конь F7 Даже сюда, наверное, лучше сыграть Все равно связка он не воспользуется Теперь F5 Так, а он пытается Разгрузиться как-то Но здесь я убью на C5 И просто получу выигранный ладейник Который останется просто технично реализовать С помощью приема мостик Ну и классический выигрыш С помощью вот такого вот построения Так, что-то он тут не дает мне Правильно расставиться Теряю секунды Но все равно успеваю привести ферзя Здесь уже Само собой мат я поставить успею Субтитры сделал DimaTorzok